Здравствуйте! Это итоговый выпуск нашей программы в студии Анастасия Дороган о самых заметных и важных новостях этой недели в ближайшие полчаса. Субтитры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о разрушении аварийных домов Барнаула. В данный момент руководитель ведомства ждет отчет о том, как продвигается уголовное дело о халатности городских чиновников. Началось оно в апреле с частичных обрушений двух ветхих домов в Барнауле на улице Советская армия и Первая западная. К счастью, жертв и пострадавших в результате ЧП нет в этих домах, продолжали жить спустя годы после того, как здания признали аварийными. Дома не сносили, людей не рассеряли, поэтому сейчас Бастрыкин требует разобраться в причине промедлений. Установлено, что сроки отселения жильцов из многоквартирного дома по улице Советской армии чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены. Своевременных мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании не принято. Председатель Следственного комитета России поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно разобраться в сложившейся ситуации. Совпадение лишь, что днем ранее к нему обратились сами жильцы аварийных домов. Сделали они это во время организованного митинга, который, впрочем, был не единственным, который касался темы жилья. Тему продолжит Валентина Аскерова. Я сама каждый год белила, а сейчас мне 81 год. Я уже лазить, белить не могу. И ходить куда идти, к кому еще обращаться, я уже не знаю. Из 6 тысяч жителей аварийных домов отстаивать свои права вышли чуть больше 20. Почти все пожилые дрожащей рукой подписывают коллективное обращение к Томенко Мишустину и главе российского следкома Бастрыкину. Последнего просят проверить барнаульских чиновников, затянувших сроки переселения. Знакомые все говорят, как спать-то ложится. Я говорю, а вот так вот. Потому что это очень страшно. Как бы хочется вообще в нормальной обстановке жить, чтобы дети жили в нормальной обстановке, не в такой. Потому что там вообще канализация пахнет, и страшно. И дыры были, и все валилось, и сыпалось, и все. Ой, я сейчас плакать начну. То есть было очень страшно? У меня вообще с давлением проблемы. Мне очень плохо было. То вверх, то вниз скакало. Ужасно. Даже вспоминать не хочется. Ну, сейчас как бы только подъезд и крыша видно. Все больше не... А в квартирах-то как было, так и есть. Там все кругом, потолки текут. Вот, например, у нас в подъезде, там потолок уже ходить боимся. В подъезде. Под смертью ходим, понимаете? Пол у нас прогибается. Я на первом этаже живу. Отремонтировали. Этого ремонта хватило на пять лет. В доме фундамента нет, поэтому гниет все очень быстро. Вот. И опять ходишь, и опять думаешь, сегодня или завтра я упаду вниз, провалюсь. С 2014 года стоим на снос, признанный аварийным. И до сих пор ничего не можем добиться. Все нам только отписки, отписки, отписки. Главная причина, по которой жильцов не расселяют – дефицит бюджета сразу на 224 аварийных барака. Однако дома, построенные потоком в 70-х, 80-х, как временные жилища, когда-то должны были прийти в негодность. Кажется, момент настал. Сейчас большинство эвакуированных жильцов из двух домов с обрушениями живут у родственников единицы в пунктах временного размещения. Возможно, скоро их число станет больше. Город обследует бараки. И 11 аварийных многоквартирных домов уже вызывают у представителей мэрии реальные опасения. Под ним проведут дополнительную экспертизу. Данные дома были рассмотрены, и данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Барнаула, на котором принято решение о необходимости безотлагательно привлечь специализированную организацию с целью дополнительного обследования строительных конструкций и выявления опасности для дальнейшего нахождения жителей в указанных домах. Внимание к себе требуют жильцы этих новеньких многоэтажек. Между их домами хотят воткнуть еще одно. О комфорте тогда говорить не придется. В администрации людям сказали, что не могут помешать строительству. В ответ несколько десятков мужчин и женщин митинговали. Причем участниками оказались не только жильцы домов Нагущина, но и те, кто против другой точной застройки Барнаула. На этой неделе Виктор Томенко держал слово перед краевыми депутатами. Отчет губернатора – важное в жизни края событие, тем более отчет за 2020-й коронавирусный год. Какие минусы, какие плюсы отметил для себя глава региона за прошедший год и в каких сферах должно стать легче после новых заявлений губернатора, знает Татьяна Голубева. Год был не таким, как все, и не только для Алтая – лейтмотив доклада Виктора Томенко. Губернатор еще раз поблагодарил медработников за спасение жизней во время пандемии. Подчеркнул, что многие сферы пострадали, но федеральная поддержка в 2020-м возросла. Организации наиболее пострадавших секторов экономики получили поддержку в виде прямых субсидий на заработную плату, отсрочки уплаты налоговых платежей, кредитные ресурсы, которые отслуживались по минимальной ставке. Значительная помощь была оказана непосредственно нашим гражданам, особенно семьям с детьми, в виде единовременных и ежемесячных выплат для детей разного возраста. Из минусов ковидного года – проседание общепита и розничной торговли. Пострадал агропромышленный сектор туризм. Многие объекты ЖКХ, изношенные отрасль, требуют вложений. В плюсе за прошедший год, по замечанию Томенко, строители. Объемы промпроизводства на уровне 2019 года, значительные вложения и в социальную сферу. Выросла средняя зарплата жителей края и составила почти 30 тысяч рублей. Одна из главных задач на этот год – рост зарплат муниципальных служащих на 15% и финансовая помощь для газификации жилья. Мы рассматриваем возможности увеличения материальной помощи социально не обеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу. И я сегодня, пользуясь этой возможностью, с этой трибуны поручаю правительству, органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении. В этом году начнут решать проблему транспортной недоступности сел. Районы получат 300 миллионов на покупку автобусов, еще 30 на поддержку торговли в отдаленных пунктах. Позитивный настрой губернатора разделили не все фракции. Справедливо-Россы с замечаниями отчет поддержали, а вот представителей КПРФ и ЛДПР – нет. И мы с вами знаем те регионы, в которые приезжают, и знаем те регионы, из которых уезжают. И нам, фракция, очень бы хотела, чтобы Алтайский край был тем регионом, в который приезжают. Потому что если мы ситуацию не изменим, то фактически Алтайский край, он обречен. Но плюсы ковидного года тоже никто не отменял, и о них сегодня открыто говорили. Ну и в целом, социальная сфера работает, ни одна соцпрограмма не остановлена, все госпрограммы поддержки работают, бизнес не остановил, развивается, даже со всеми вещами, которые были. Мы видим, что в край приходят деньги, приходят средства федерального бюджета, высвобождается средство от обслуживания дорог, трасса переведена серьезно на федеральный уровень, а это значит, больше средств останется на обслуживание наших региональных дорог, и улучшится качество жизни наших людей. За три года вот наш краевой бюджет со 100 миллиардов рублей вырос практически до 160 миллиардов рублей, а в 2021 году мы направили уже в органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически более 40 миллиардов рублей. Это беспрецедентная цифра, которой в принципе в истории Алтайского края как никогда не было. По итогу отчет поддержали 47 человек, лишь 10 оказались против. Один воздержался, один не голосовал. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Отчет Алтайского губернатора, как и других глав регионов, еще будут активно обсуждать и анализировать, в том числе политологи. Своим мнением по поводу отчета Виктора Томенко с нами поделился Константин Лукин. Я бы вообще дал самую высокую оценку. То есть все-таки несмотря на тяжелый ковидный год, несмотря на пандемию, удалось удержать основные показатели. Вообще справиться с пандемией намного лучше, чем справились даже соседние регионы. А вот профицит бюджета и новые инвестиционные проекты, о которых в том числе депутаты вчера упоминали, это вот как раз тот показатель работы, который показывает успешность. Понятно, что в предвыборный год оппозиционные партии не могли целиком поддержать губернатора, избиратель бы не понял. И именно поэтому в речи каждого руководителя каждой из фракций нашлось очень много слов. Даже Мария Пусакова заявила, что вообще губернатора ей бы хотелось поддержать, если бы он не был членом «Единой России». В 2020 год правительство отработало очень хорошо. Несмотря на отсутствие кадров, мы все понимаем, что у нас там несколько министров нету, несмотря на какие-то там периодически состоящие скандалы, вот общий итог работы правительства за 2020 год, он очень высокий. Общие, большие макроэкономические показатели, в принципе, на показатели, на которые вышел край за 2020 год, они как раз позволяют очень высоко оценивать работу правительства. И в первую очередь губернатора, который в том числе смог дополнительно привлечь достаточно много денег, и при этом сосредоточиться на долгосрочных проектах. Вот все инвестиционные проекты, которые, несмотря на пандемию, были открыты в Алтайском крае, они же дадут отложенный эффект спустя года, и вот там это все улучшится. То есть в очередной раз губернатор показал, что он все-таки про стратегию, про то, чтобы системно улучшать жизнь в крае. Москвичи заинтересовались алтайским лесом, и это тот случай, когда они его не рубят, а сохраняют. Центр экологических инноваций арендовал в Залесовском районе сельхозугодия на 49 лет, чтобы высадить там 10 тысяч гектаров леса. Все это организация делает для того, чтобы компенсировать свой углеродный след, то есть то количество углекислого газа, которое они выбрасывают в атмосферу. Были взяты в аренду конкретные участки земли, не какие-то там где-то, а бы где, а вот очень конкретные. На них были проведены расчеты, а сколько именно здесь, на этом участке, поглощается парниковых газов. Сколько в этом дереве, сколько на одном гектаре, сколько на 10 тысяч гектар. Эксперимент в Алтайском крае пока единственный в стране. Экологи рассчитывают, что этому примеру последуют и другие предприятия, так как речь идет об экологическом имидже компании, что повлияет и на взлеты акций компаний, ведь они будут заботиться о природе. Все это обсуждали в Барнауле в рамках климатически нейтральной конференции. Например, ученые из Москвы рассчитали свой углеродный след от полета на самолете. Скажем, прямо заморочились. Мы посчитали, сколько эксперты здесь ездили на машинах в Алтайском крае и выбросили в атмосферу парниковых газов. Мы посчитали, сколько сжется электричество и сколько на отопление вот этого конкретного помещения. И у нас получилось 23 тонны и 23 сотых тонны. Вот эта конференция выбросила в атмосферу. Может быть, мы, жители Алтайского края, пока к этому всему далеки, признаем, не все еще готовы даже сортировать мусор. Но если вас заинтересовала эта тема, вы можете в интернете найти специальный калькулятор, узнать, какой углеродный след вы оставляете и компенсировать его. Для этого не нужно 49 лет оплачивать аренду земли в лесу. Достаточно присоединиться к посадке деревьев, бережливо сжечь электричество или пересесть на общественный транспорт. И еще немного о чистоте после себя. Больше 40 тысяч жителей города вышли на улицы Барнаула, чтобы привести в порядок скверы, аллеи и площади. Большим субботником закончился месячник весенней санитарной очистки. И среди тех, кто наводил порядок, были и наши корреспонденты. Прошлогодние листва, ветки и все, что после себя нередко оставляют сами горожане, оказывается в мусорных мешках. В ходе только одного дня уборки их собрали больше 100 тысяч. На улицы Барнаула вышли многие организации и предприятия. Студенты и школьники, общественники и все, радеющие за чистоту и порядок. Я бы хотел сегодня сказать огромные слова благодарности горожанам. Без малого 80 тысяч горожан приняли сегодня участие в самом месячнике санитарной очистки. А сегодня по предварительным цифрам это порядка 36 тысяч горожан приняло участие. Бесплатно работает полигон. Более 300 единиц техники сегодня работает для того, чтобы нам привести город в порядок. В рамках общегородского субботника на мемориале высадили десяток елей. Всего же в рамках международной акции «Сад памяти» 27 миллионов деревьев и кустарников. А это яблони, рябины, сирень и другие. 27 миллионов. Столько же солдат во время Великой Отечественной войны не вернулись домой. Посвящена она, конечно, нашей памяти, сохранению памяти о Великой Отечественной войне от наших родных, близких, предков, которые не щадили себя в это время. Самое главное – память. Это память, которая останется надолго. А как продлить нашу память? Сделать так, чтобы помнили самые маленькие молодежи. И я хочу отметить активное участие молодежи города Барнаула в этой акции. А в субботнике участвовало почти 50 тысяч барнаульцев. Основной фронт работ был на улицах города, в скверах Победы, Пушкина, Химиков, на площадях Свободы, Народной, а также в Центральном парке культуры и отдыха. В городе стало заметно чище. Осталось эту чистоту сохранить. Ведь, как сказал Антон Павлович Чехов, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. На днях в Горно-Алтайске приняли первый авиарейс из Москвы. По традиции, первые проезжали сквозь водную арку. В мае рейсы аэрофлота планируются ежедневными, а в июне их количество может вырасти до 10 в неделю. Но наверняка врал отдыхающих-то могут испытать в ближайшие дни, до гор оттуда ближе. И даже до Белокурихи от Горно-Алтайска ехать вдвое короче, чем от Барнаула. Ведь к нам приходит праздник после обращения президента. На этот раз самые радостные туроператоры, неожиданно объявленные 10 дней отдыха, привлекли на Алтай турпоток, а он за собой привел и скачок цен на путевки. Андрей Дреер одним из первых съездил в Белокуриху, узнал, как теперь принято отдыхать и как себя чувствуют санатории и базы в условиях, когда к своим можно, а за границу не шагу. Мы в Белокурихе. Восьмикратной победительнице в номинации «Лучший курорт федерального значения». Зима, как видите, здесь местами еще не закончилась, даже скользко. А тут еще как снег на голову. Решение президента первые 10 дней мая сделать нерабочими, поэтому все сюда. И на своем авто. Ассоциация туроператоров России просвещает. Около 65% отдыхающих россиян посмотрели на закрытые границы, сели по машинам и поехали по стране. В обход туроператоров сами забронировали места на базах и, чтобы насладиться алтайской природой, атаковали в том числе и Белокуриху. В этом году мы уже путешествовали, наверное, порядка пяти раз. Хотя сейчас пятый месяц приближается только. Достаточно часто. Проехали много тысяч уже километров. И это все внутри страны? Это все внутри страны. Когда ты путешествуешь на своем автомобиле, ты можешь останавливаться там, где хочешь. Ты можешь заходить, куда хочешь. Вот сейчас мне нужно было сфотографировать первые цветы. Я вышла из машины, ползала по траве и фотографировала цветы. Такой неформальный туризм уже стал трендом. Многим хочется посмотреть природу без соседей по группе. Есть у такой моды и еще одна причина. Границы закрыли, а цены на путевки внутри страны не поползли. Буквально побежали вверх. Но, конечно, не везде. А только у тех, кто может себе позволить цены поднять. Что касается тех, которые ориентированы на приезжих туристов, их достаточно много. Тут, конечно, вопрос затратный рекламный бюджет. Это он актуален. Но их много. Они с деньками, они готовы платить. И готовы платить за комфорт. Или они даже не знают, чего ожидать от Алтая. Это экзотика. Поэтому, в принципе, им можно продать то же самое проживание с удобствами на улице. Но поставить вот такой ценник. После триумфального выхода президента с объявлением 10-дневных каникул, ценник действительно подскочил. Но подскочил в первую очередь для тех, перед кем берег турецкий закрыт. И они неожиданно выбирают Алтай в качестве экзотики. Фирмы, которые ориентируются на туриста из других регионов, резко подняли цену. Буквально за несколько дней. Те же самые туры, те же самые локации, ценник выше на 5-10 тысяч. Судите сами. Да, да. Мне тоже немножко обидно, потому что я ориентируюсь на местных жителей. И мне говорят дорого. А я понимаю, что жителям других регионов продают гораздо дороже, а они покупают. И тем не менее, желающих поехать в горы, видимо, хоть отбавляй. Поток туристов увеличился. Но за спросом вверх пошло и предложение. И гидам приходится открывать новые нехоженные маршруты. А вот у санаториев, особенно крупных, другие проблемы. Все-таки с санаторием, что в Горном, что в Белокурихе, намного проще, чем туристическим центром. Потому что сюда приезжают поправлять здоровье. Первым делом подумать о своих легких и печени, а уже только потом о походах и горных лыжах. Сейчас оздоровительные центры начинают оправляться от жуткого прошлогоднего удара по бизнесу. Здесь поведение отдыхающих понятно. Во-первых, соскучились по отдыху. Во-вторых, коронавирус нанес вред здоровью. Так что все дороги ведут в санатории. Год назад в это время пустой, холодный, темный санаторий. Сегодня глубина продаж порядка 40 миллионов рублей. Это, по-моему, 1186 человек воспользовались программой кэшбэк. И это нам позволило действительно прям заполниться. На сегодняшний день, в майские праздники, у нас нет ни единого места. Помог туристический кэшбэк и дал, по словам Федора Елфимова, значительное подспорье в восстановлении турбизнеса. Плюс льготный кредит для бизнеса. Есть и детали. К примеру, в этом году на территории всего края курортный сбор снижен с 50 рублей до 30 за одного отдыхающего в день. А для жителей края, которые проводят отпуска на малой родине, вообще отменили курортный сбор. Март 2021 года отметился и паводком в Белокурихе. Если так можно назвать, наплыв туристов. Как говорят в администрации города-курорта, показатели выше, чем за 2018-2019 годы. Прогноз на этот год ожидают, что через 15-тысячный город пройдет 260 тысяч туристов. Это на 5% больше, чем в предыдущие годы. В марте и в апреле этого года мы ездили на международные выставки, интермаркет и МИД. И как раз эти выставки показали активный и живой интерес. Среди просто жителей, людей, которые приходили на выставки, среди туроператоров, все активно ждут гостей. И нам ничего более не нужно, чем хороший турпоток. На самом деле мы справимся и предприниматели, и бизнес. С одной стороны спрос на Алтай у столичных жителей мотивирует предпринимателей поднимать уровень сервиса. С другой, тем, кто работает на эконом-сегмент, не хватает качественной инфраструктуры, поскольку жители края не готовы платить. Это один из парадоксов, на которых держится алтайский туризм. А вот второй. Одним хочется огромных турпотоков, другим – потаенных уголков, в которых толпы москвичей, порвавших путы самоизоляции, не успели растоптать магию. Туристические операторы обещают угодить всем. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, прямо сегодня в сторону Белокурихи двигается намного больше туристов, чем когда там работал Андрей Дреер. 1 мая на Бирюзовой Катуни празднуют цветение моральника. Его еще называют сибирской сакурой. Цветет он раз в год, всего пару недель, и в эти дни склоны гор окрашиваются в нежный сиреневый цвет, что и влечет на Алтае сотни туристов. Сегодня на Бирюзовой Катуни для всех гостей работает гастро-ярмарка, музыкальное, экстремальное шоу. Но многие сразу едут в горы застать цветение во всей красе. Кстати, с этого праздника можно считать, что туристический сезон на Алтае стартовал. И на что стоит обратить внимание, расскажет заместитель директора турцентра края Сергей Попович. По вашим прогнозам, каким ожидается этот летний сезон? Он будет лучше, надеюсь, чем прошлый или же нет? Мы все знаем, что прошлый сезон в силу определенных причин, известных всем, для такой отрасли экономики, как туризм, был очень печальным. Поэтому туризм Алтайского края не досчитался почти полтора миллиарда рублей. И для того, чтобы восстановить объемы этой отрасли, по оценкам экспертов, понадобится от одного до четырех лет. Восстановление займет годы. И вот в этом году наверняка еще будет немало сложностей. Какие из них ключевые? Что еще предстоит преодолевать? Во-первых, преодолевать приходится последствия, с которыми сталкивается большинство из наших коллективных средств размещения. Это снижение туристического потока. И для того, чтобы возродить его или вернуть на прежний уровень, я отмечу, что по итогам 2019 года количество туристов, приехавших в Алтайский край, составило более двух миллионов человек. Нам предстоит, конечно же, проделать достаточно большую работу. Поэтому мы сейчас достаточно активно включаемся во все государственные программы, которые предлагает нам правительство Российской Федерации. Это и программа туристического кэшбэка, которая достаточно активно работает у нас в регионе. И она востребована. В ней участвуют более 28 коллективных средств размещения Алтайского края, санатории. И более 100 туроператоров в стране предлагают Алтайский край в качестве направления для путешествий. Мы сейчас также достаточно активно включаемся во все государственные программы, кроме туркэшбэка, которые нам предлагаются и которые доступны. Помимо включения в различные государственные программы, как изменилась все-таки тактика продвижения? Наверняка пандемия тоже сыграла свою роль. И сейчас вы делаете ставки, возможно, на какие-то другие задачи, функции. Расскажите подробнее. Если говорить о продвижении, то сегодня мы приглашаем гостей в наш регион, используя один очень понятный всем слоган. Алтайский край – все настоящее. У нас настоящая история, у нас настоящая экология, у нас настоящие продукты, настоящие приключения. У нас все действительно настоящее. Конечно, есть какие-то особенности, которые от сезона в сезон приобретают большую популярность. В этом сезоне, например, мы отмечаем такой тренд на повышение интереса к гастрономическому туризму. И мы к этому готовы, потому что на территории Алтайского края проводится достаточное количество фестивалей и праздников, посвященных гастрономии, где гости могут попробовать удивительные, уникальные наши гастрономические специалитеты. Например, суп с крапивой или блины из лопуха и так далее. То есть не каждый регион может позволить и может похвастаться таким разнообразием гастрономических особенностей. Сегодня наши санатории, ведущие, предлагают достаточно популярную программу по постковидному восстановлению и реабилитации. Очень много жителей европейской части страны и с Востока интересуются этими программами. И я уверен, что они будут очень востребованы. С точки зрения туров и туристических событий, какие новинки нас ожидают в этом году? Каждый туроператор, каждая турфирма предлагает тур по запросу. То есть в соответствии с вашими интересами, с вашими финансовыми возможностями, представители бизнеса готовы сформировать тур, который поможет вам реализовать все ваши планы. Ну а что касается праздников и фестивалей, то действительно этот сезон, наступающее лето будет очень активным. Мы планируем, надеемся, что все наши задуманные мероприятия состоятся. Безусловно, мы отмечаем, что все праздники и фестивали мы проводим с соблюдением всех норм Роспотребнадзора. То есть это и социальное дистанцирование, и обязательное ношение масок в публичных местах. Это использование санитайзеров. И много-много того, что делает наши праздники, наши мероприятия безопасными для их участников. Праздник цветения моральника, который мы открываем в наш летний туристический сезон. Не могу не сказать о втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каное, который состоится в конце мая в городе Барнауле. Это событие мирового масштаба, и действительно их в России в этом году пройдет очень немного, можно пересчитать по пальцам. И очень здорово, что Алтайский край принимает элиту мирового гребного спорта у себя. Хочу сказать о новинках. В конце июля мы приглашаем всех любителей бардовской авторской песни на большой фестиваль, который состоится тоже на туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Это будет фестиваль в формате open-air с палаточным лагерем, где можно почувствовать, насладиться вот этой замечательной атмосферой подобных фестивалей под открытым небом. Отмечу также, что мы планируем в начале августа провести полюбившуюся, уже и ставшим традиционным фестиваль «Because of the Beatles», где любители знаменитой ливерпульской четверки собираются со всей России и кайфуют, наслаждаются, слушая творчество этой группы. Впереди у нас много также и деловых мероприятий, которые мы планируем провести до конца года. Это и чемпионат по массажу, это деловые форумы. Поэтому мы сегодня очень активно включены в это событийное движение и уверены, что это даст свои плоды. Насколько большого наплыва туристов вы ожидаете? Планируем, что по крайней мере количество туристов, которые захотят приехать в Алтайский край, будет не меньше, чем в позапрошлом году. И сегодня вот эта динамика бронирования места, она подтверждает большой интерес к Алтайскому краю, как к дестинации безопасной для туристов. И сегодня у многих наших ведущих коллективных средств размещения глубина бронирования составляет уже 3-4 месяца. Это хороший знак, это хороший показатель. И мы надеемся, что наступающий летний туристический сезон мы пройдем с позитивом, с замечательным настроением. И как можно больше туристов приедут к нам в регион и узнают его таким, каким любим его мы. Гостеприимным, очень теплым, ярким, полным прекрасных событий и эмоций. Спасибо большое. Спасибо. В Алтайском государственном музыкальном театре состоялся показ спектакля «Капитанская дочка». Впервые он сопровождался тифло-комментариями. Их выпустил Сбер совместно с ВОЗ «Фильм» в рамках программы «Искусство вслух». Накануне на показ спектакля номинанта «Золотой маски» пришли люди с нарушениями зрения. Подробности далее. Смартфон, наушники. Так вроде бы неприхотливо выглядит технология тифло-комментирования снаружи. В этот наушник голосовым комментариям слабовидящим четко и емко описывают происходящее на сцене. К примеру, если люди в тишине обнимаются или целуются. Важно то, что эта технология инклюзивная. То есть тифло-комментарии слышат только, особенно зрители, в своем наушнике. Он может прийти со своим другом, женой, подругой, братом, который зрячий, также вместе посмотреть и после этого вместе обсуждать. И это самое главное, чего мы и добиваемся. Сбер уже 19 лет генеральный партнер фестиваля «Золотая маска». Проект «Искусство вслух» дебютировал в 2017-м в рамках фестивальной программы. Но раньше тифло-комментарии были доступны для зрителей только в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифло-комментированием в регионах. Нам бы очень хотелось, чтобы не только банковские сервисы были доступны нашей миллионной аудитории, нашим любимым клиентам, но и чтобы была возможность у всех людей, в том числе у людей с ограниченными возможностями по зрению, присоединиться к этой культурной стезе. Я на таких мероприятиях, на таких спектаклях еще не был. Ну, судя по всему, столько номинаций на «Золотую маску», ожидание очень хорошее. Действительно, жюри престижной премии номинировало его в 10 номинациях. К тому же актриса музыкального театра Мария Евтеева получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль. Капитанская дочка – спектакль, который теперь хотят посмотреть многие. Мы очень рады, что на нашем спектакле люди с нарушением зрения могут тоже полноценно насладиться мюзиклом и увидеть его в новых красках. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Памятник женщинам в период Великой Отечественной войны появится в Барнауле. Вопрос о его создании поднимался еще с конца прошлого века. И с тех пор прошло больше 20 лет, а монумента так и нет. Анара Шагирова решила узнать, на какой стадии находится разработка памятника и встретиться с теми, кому он посвящен. Усть-Калманский район, село Огни. В этом доме живет бабушка, о которой с теплом отзываются все местные жители – Мария Федотевна. Мужа, участника Великой Отечественной войны, уже нет. Умер в конце 80-х. А вот отца война не вернула. На фронт он ушел, когда девочке было 13 лет. Марии, единственному ребенку в семье, пришлось взрослеть. Мамы косили серпами тогда зерно. Комбайнов-то уже не могли на технику, на такую. Да их и не было, комбайнов, мы еще помоем тогда. Они косят, а мы снопы вяжем, в кучки ставим, помогаем. Потом свозят эти, складывали в скирду. Сейчас же комбайн сразу убирает, а тогда вот так. Потом свозили эти снопы, складывали в скирду. А осенью уже, когда управится с полями совсем, на молодьбу. Мы опять где-то там не годимся. Опять-таки вот эти же снопы помогали разрезать. Их подавали вилами там куда-то. С приходом тепла она работала в поле, зимой откидывала снег и топила печь. Сейчас мы говорим, не дай бог, что угодно. Только надо удерживать мир. Не дай бог, что мы пережили. Приходилось, что мы... Только организм формировался, вот 14 лет было. Мы работали ведь наравне со взрослыми. Особенно этим женщинам, кто их называет слабый пол. А еще во время войны маленькие и большие женщины поставляли на фронт технику и орудия. На Алтай было эвакуировано более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. И здесь, не покладая рук, в основном трудилась женщина. Выживали и в тылу, и по другую сторону фронта. Привезли нас в город Шнайдемюль. Идем мы по улице. На тротуарах стоят люди. Ну, молодежь и это. Бросали в нас камни. Плевали на нас. Думала, плакать не буду уже. Юность. Та, которая должна была быть беззаботной для Марии Питковой, исчезла в 43-м, когда ее везли в концлагерь. Деревянные нары, голод и холод. Там она провела месяц. По счастливой случайности девочку забрала работать к себе немецкая семья. Два года она доила коров, кормила животных, иногда деля с ними похлебку. И ждала наших. Глаза подняла, а там бежит прынек, шапка и звезда на нем, звездочкой. Я соскочила и прямо на него кинулась. Он оторопел и отрывает мои руки, говорит, ты кто, ты кто? Я говорю, да я украинка. Точное число женщин, которые в Великую Отечественную вели свою войну в концлагере или на заводе, или в полях, неизвестно. Справедливости ради стоит заметить, что в Барнауле до сих пор нет ни одного памятника женщине. Той, которая кормила и фронт, и тыл, занималась воспитанием детей, а порой бралась даже за самую тяжелую мужскую работу. В 90-е годы начало было положено. В Зеленом сквере на площади Октября появился этот камень. Его заложили здесь в надежде на скорое появление памятника вдовам участников Великой Отечественной войны. Идея принадлежала двум общественным организациям края – Совету ветеранов и Совету женщин. Но прошло несколько десятилетий, а памятника так и нет. Главная причина этому – нехватка денежных средств. В 90-х всем было не до того, а сейчас помощи приходится ждать только от общественности. Будем продолжать эту работу. Тем более, я еще раз повторю, что надо просто, наверное, больше говорить о необходимости этого памятника. Будить души. Души уснули. Ведь по большому счету, как говорил сам маршал Жуков, женщина в победе сыграла половину, а потом подумал и сказал – даже больше. В последние годы активисты вновь плотно работают для создания памятника. Одной из первостепенных задач было продумывание самого образа. В музее «Город» готова целая экспозиция о том, как нечеловеческие условия труда, да и самой жизни отразились на облике женщины. Сарафаны и юбки в шкафу. Одежда практичная и теплая. Здесь у нас костюм конца 30-х, начала 40-х годов. Это такая нарядная юбочка, блузочка. И дальше мы видим наряд женщины в 40-е годы, да. То есть тогда женщинам уже было не до красоты, не до элегантности. Нужно было делать упор на практичность. Женщине на производстве должно быть удобно, тепло. Поэтому здесь теплый тулуп, валенки. Эскиз памятника уже есть. И не один. С 90-х годов местный скульптор Михаил Кульгачев сделал их целых четыре. Сначала это был образ матери с ребенком, позже с женщиной письма. Те самые, которые она отправляла на фронт и ждала ответа до последнего. Идея родилась при просмотре военного фильма, где скульптор увидел почтальона со старой прохудившейся сумкой, откуда сыпались долгожданные треугольники. И мне вот врезалась в память вот этот момент письма «Дорога». Вот. И на пригорке, вот рядом с дорогой, стоит мать, которая ждет своего любимого или сына, вот, или мужа. Вот. А по дороге стелятся эти письма, конверты, которые превращаются в журавлей. К слову, эскиза – это все, что сейчас готово. Для создания памятника нужно несколько миллионов рублей. Делать его будут из бронзы, а для трехметровой скульптуры ее нужно будет немало. На этот момент собрано всего 60 тысяч рублей. Поэтому активисты проекта надеются на нервнодушие земляков. Кстати, одними из первых, кто пожертвовал деньги, две вдовы участников Великой Отечественной, из Тюменцевского района. Впрочем, уже звучит идея, что будущий памятник посвятят всем женщинам войны, миллионам, приближавшим победу. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, специально для телеканала «Толк». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...